замечали мы столько разных вещей делаем на смартфонах что сколько бы не было у них оперативки я как будто всегда мало и как хотелось бы по щелчку пальцев взять и увеличить рэм и за последний год это стало возможным 2021 году во многих флагманских смартфонах появилась функция расширения памяти не только в них об этом позже сейчас нажатием одной кнопки можно добавить 1 2 3 или даже больше зарядных гигабайт к вашей оперативки но как вообще это возможно действительно ли эта фишка работает или мы видим очередной маркетинг сегодня во всем этом разберемся узнаем чем грязная оперативка отличается от чистый зачем сжимать память и как виртуальная память позволяет экономить заряд аккумулятора это дроидер с вами борис иденский будет интересно погнали что такое своп начнем с того что в технологии расширения оперативной памяти нет ничего нового по сути это хорошо всем нам знакомый своп на пк еще это называется файл подкачки или виртуальная оперативная память такая фича есть windows mac и даже linux и везде работает одинаково когда место в оперативке заканчивается не влезающие данные просто начинают записываться постоянную память и потом считываться оттуда для чего на диске выделяется какое-то пространство под нужды оперативки на пк выделить место можно сколько угодно а на смартфонах обычно это от 1 до 7 гигабайт и вроде бы все просто и понятно но вот вопрос если на пк своп не просто полезен а прям таки необходим ведь в десктопных операционках можно открыть десятки приложений и все они будут работать примерно с одинаковым приоритетом без четкого разделения на активные и фоновые и без свопа операционная система просто бы работала нестабильно постоянно убивая те или иные процессы принять вы думаете у вас chrome открыто нажимаете а он оказывается уже закрыт но если тогда какая-то польза от свопа в смартфонах ведь там мы редко переключаемся больше чем между тремя четырьмя приложениями одновременно и вообще если своп по умолчанию есть в линукс то почему его по умолчанию нет в android который по сути своей то же самое внутри я тоже линукс скажем сразу есть и польза и с другой стороны причины по которым своп в андроиде стал появляться только сейчас но обо всем по порядку как работает озу в android начнем с пользы на самом деле android всегда занимался расширением оперативной памяти но делала это не за счет свопа а за счет сжатия данных дело в том что работа с оперативкой в андроиде реализованы несколько хитрее чем в настольных по с вот как когда на вашем смартфоне заканчивается оперативка android не отчаивается он включает мозги и начинает анализировать чем вы там забили оперативку все пространство оперативной памяти он делит на блоки размером в 4 килобайта каждый из которых может быть помечен как грязный или чистый и это интересная штука в категорию чистых блоков попадает всякая инфа которая не участвует фоновой работе приложений например всякие картинки элементы интерфейса приложения текстуры игры и прочее грязными блоками наоборот называется то что не сожмешь и не выглядишь например процесс который работает в фоне восповедения музыки и так далее а дальше чистые блоки которые для текущей работы в фоне не нужны сжимаются то есть все данные по-прежнему остаются в памяти но при этом занимают меньше места а когда они снова понадобятся их распакуют кстати такие данные называют zi рэм в итоге мы и место сэкономили и больше приложений в памяти поместили схема совершенно замечательно но не лишенные недостатка зададимся вопросом а кто же занимается упаковкой и распаковкой этих самых данных zi рэм процессор и действительно на архивирование и разархивирование данных тратится время а еще тратится ресурс процессора чего смартфон быстрее работать не будет да еще и батарейка немножко подсъест сам что делать и тут нам на помощь приходят новые быстрые стандарты памяти оказывается если вашем смартфоне достаточно быстрая память допустим и уфс стандарта 2.1 или выше то будет куда выгоднее не сжимайте эти данные а записывать в своп по времени выйдет примерно то же самое зато процессор мы лишний раз нагружать не будем и есть еще один важный момент как известно оперативная память сама по себе энергозависимая это значит чтобы ваши данные оставались оперативки не стирались ее нужно постоянно подкачивать энергией поэтому если у вас вся оперативка забита а смартфон просто лежит без дела она будет постоянно высасывать энергию из аккумулятора поэтому куда логичнее выгрузить все чистые блоки оперативки постоянную память которая энергия независима а потом снова взять данные обратно когда они появятся примерно так работает гибернация windows для примера у нас есть вот такой тоненький honor x8 у него 6 гигабайт своей оперативки и еще 2 гигабайта можно накинуть за счет виртуальной памяти постоянной памяти здесь 128 гигабайт по стандарту и fs 2.1 в общем идеальный кандидат для реализации виртуальной оперативки для примера мы можем запустить несколько легких приложений а потом сильно загрузить смартфон игрой и через некоторое время проверить какие приложения вылетят а какие нет и как видите расширение оперативки здесь точно не вредит на если субъективно смартфон действительно ощущается шустро это скорее всего из-за экрана 90 герц который тут кстати айпи с еще на 6 7 дюйма если ценится такое присмотритесь к смартфонам а мы вернемся к оперативке недостатки свопа итак мы с вами выяснили что в целом фича скорее полезны но почему тогда и столько лет не было в андроиде да и сейчас далеко не все бренды включают в поставку такой тумблер но давайте посмотрим во первых поначалу своп не использовали прежде всего из-за недостаточно быстрой памяти стандарт был и ммс которая стояла в большинстве смартфонов теперь же когда даже в среднем бюджетных смартфонах чаще используется и фс появляется смысл использовать и своп во вторых несмотря на преимущество свопа у него остается один существенный недостаток и не у него а у флэш-памяти дело в том что ее ресурс ограничен чем чаще а мы перезаписываем данные тем быстрее изнашиваются ячейки памяти и наличие свопа естественно тоже вносит свой вклад в износ но есть и хорошая новость флэш-память изнашивается только при перезаписи данных а не при чтении и когда мы говорим про механизм свопа данных то он устроен так что запись него происходит намного реже чем чтение соотношение примерно 1 к 40 поэтому износ не такой большой но тут конечно смотреть по практике технологии появился не так давно и статистики пока маловато напишите в комментариях если о вашем смартфоне такая фишка есть и какой у вас опыт использования ну и в третьих вообще-то не всем смартфонам своп необходим в бюджетные смартфоны где стоит память и ммс они ничего хорошего не прибавит а у флагмана с 8 или 12 гигабайтами оперативки от такой прибавки толка большого не будет а вот для средних смартфонов где 46 гигабайт оперативки и достаточно быстрое хранилище своп это то что доктор прописал ну и приятный бонус активировать расширение памяти можно практически на любом android смартфоне самостоятельно даже если нет официальной такой функции правда для этого потребуется root ну а вот так выглядит список приложений которые помогут все они есть на for pda и инструкции там тоже спасибо что посмотрели видео надеюсь было интересно и полезно разобраться в такой новые немного загадочные фишки не так много про нее информации в ютубе поэтому нажмите лайк подписку и колокольчик если видео вам зашло с вами был борис янский это droider до встречи будущем